И так, ну что ж, ариару, мои маленькие любители, покушать и всего того, что вращается у микрофона, как всегда, вашим похожим слугам Амору, и это великолепная сборочка Майнкрафт с модом Create. Как я люблю это говорить и всегда об этом говорю, за кадром произошли кое-какие маломальские изменения, и в частности, они коснулись вот этой вот части нашей базы. Здесь я, в принципе, практически ничего не менял, за исключением одной маловажной детали. Я лишь занимался тем, что пытался как-то нормализовать работу вот этих четырех дозаторов. Но, как показывает практика, даже несмотря на все мои усилия, даже несмотря на все вот эти вот помпические улучшения, которые здесь стоят, ускорить работу больше не получается. Она все равно работает с перебоями, и все равно это работает дольше, чем хотелось бы. Но, тем не менее, за время, которое я здесь все улучшал, у меня получилось накопить определенное количество кристаллов чистых, половину из которых я уже отдал на переработку. Сегодня нам предстоит очень важные детали, очень важные квесты. Как минимум, мы с вами начнем уже много чего интересного производить. Первое, что нам здесь рекомендуют сделать, это систему, по которой будет вот это вот железо, которое здесь добывается, переплавляться в такой же системе, как переплавляется у нас вот здесь вот вся эта чехарда. То есть нам в очередной раз нужны серед хелтеры, мелтеры, и это все по факту. Скажем, вот здесь вот будет стоять нагреватель, здесь обычный у нас получается плавитель. И получается вот здесь вот мне нужно просто обычную запихнуть вороночку, которую это все будет в автоматическом режиме пережаривать. Насчет угля, как сюда будет поставляться, я пока не знаю. Я точно знаю, что в сборке есть определенная система, по которой можно вырабатывать лаву, и возможно мне уголь сюда не придется постоянно добавлять, потому что я сделаю трубы, которые будут это автоматически добавлять в лаву. И все у нас будет нормально с этой системой. Главное нам сейчас попробовать это хотя бы в полуавтоматическом режиме все остальное реализовать. Вороночку мы сделали, кусочки начали здесь плавиться. Возможно будет слишком большое жирание угля, но нам сильно париться по этому поводу не нужно с вами. Все нормально. Главное, что мы здесь получаем себе молотен айрон, то есть железо, которое можем где-то потом использовать. То есть вот этот квест мы тоже с вами завершаем. И нам нужно по идее скрафтить коперкен из медных слитков, допустим, без понятия зачем. Но в любом случае, если они мне будут не нужны, могу пустить в обратную переплавку и выплатить себе те самые кусочки меди. Так, и теперь как раз тот замечательный второй слой покрытия. Каплю расплавленного железа на кристалл розового кварца. Розовый кварц мы с вами уже разобрались, как делать, и уже успешно здесь производим и делаем. С помощью вот этой вот системы, вот этот крафт, нам получается снова нужен дозатор, который мы здесь с вами будем успешно использовать. По итогу у нас получается вот эту вот систему нужно немножечко переделать. А все потому что... И это будет, я скажу вам, очень даже легко, потому что я здесь крутящийся момент немножечко переделал по системе. В том плане, что мне отсюда получается розовый кварц, который здесь делается, нужно будет по-хорошему приводить сюда, для того, чтобы отсюда весь жидкое железо было удобнее помещать в наш дозатор. Так, раз и два у нас все есть. Теперь мы с вами запитываем, получается, вот эту вот всю линию. Надеюсь, вращение будет... Ага, конечно же, будет в неправильную сторону. Так, все, у нас система теперь подключена благодаря коробочкам передач. Смешивание у нас пошло. И надеюсь, сейчас все это будет выплевываться. А излишки попадать сюда, конечно же, не будут. Сейчас, надеюсь, это все до определенного момента забьется и все это работать не будет. А пока мне нужно одну воронку разместить здесь и подвести, получается, конвейер аж вот примерно досюда, или даже досюда лучше, чтобы жидкость пришлось ввести по минимальному пути. Теперь же мне сюда нужно подключить, получается, механическую воронку, которая выкачивала бы всю эту жидкость. Подвожу вот сюда, вот, получается, дозатор. Теперь мне нужно, чтобы все раскаленное железо поступало без проблем в дозатор. Разворачиваем, во-первых, шестереночку. И, получается, здесь где-нибудь размещаем систему небольшую, как я делал это раньше, с помощью вентилятора и магматического куба. Это можно без проблем делать с помощью ветряных мельниц. Но, как показала практика, и для меня это было большим открытием, то, что вот эти самые помпы, которые здесь вращаются, они невероятно много всякого разного крутящегося момента себе едят. И тем самым, по большей части, у нас вот эти вот ветряные мельницы и забивали, что, естественно, мне сейчас и не хочется. Поэтому, пока что, я думаю, мне хватит вентилятора в корпусе. Если вдруг его не хватит, то, возможно, мне и придется здесь ставить отдельную какую-то вот эту вот ветряную мельницу и как-то от нее это все безобразие запитывать. Но, надеемся, что до этого не дойдет. Как показывает практика, необходимо всего два регулируемых цепных механизма для того, чтобы дать максимальную скорость вращения и не перегрузить весь этот механизм. Теперь я землей все это загружаю, и у нас есть работающая помпа на 64ен, чтобы это не было. И жидкость у нас течет, пускай она течет недостаточно быстро, но я надеюсь, этой скорости будет мне хватать на все необходимые мне нужды. Теперь же мне получается необходимо собирать все то, что здесь производится, в определенный драйвер. Он будет у нас стоять вот здесь вот, и в него будет все поступать благодаря андезитовой воронке. И нужно сейчас придать этому всю безобразию скорость вращения, не забыв о том, что нужно поменять направление у этой самой воронки. К сожалению, у нас тут пошло явно что-то не по плану. Погоди, воронка, стой. Все, отмена от пирации. Я здесь отсюда убрал воронку, потому что что-то шло явно не по плану у нас. Вот эти вот кристаллы, они шли на линию, а это явно неправильно, и такого быть явно не должно. И то есть, получается, нам и здесь нужна умная сразу воронка для того, чтобы это все нормально реализовывать. Я попробую сейчас немножечко позаряжать здесь себе кристаллы для того, чтобы выработать побольше себе вот этой вот самой ротстоуновой жидкости. Немножко есть. И да, посмотрите, все нормально это работает. Как только у нас производится здесь розовый кварц, он успешно попадает на вот эту вот самую линию. Без особых проблем, и все это замечательно работает. Думаю, здесь нам потребуется также некий буфер для того, чтобы это все реализовывать. Но пока я в этом не вижу необходимости, потому что есть у нас успешное большое количество железа, и у нас электрические лампы производятся в очень успешном режиме. Это очень даже замечательно. То есть, получается, мы вот этот вот квест можем успешно здесь выполнить. Дальше у нас, получается, идет вооруженный активатор 2. Получается, нам нужно сделать отвертки. И говорится то, что не обязательно автоматизировать всю эту систему. Три штучки я пока сделаю. Поскольку мне уже известно то, что они имеют свойство тратиться, и на будущее у меня пусть будет такая система, которая будет это все безобразие удовлетворять. Так, хорошо. У нас есть, получается, здесь с вами электронные лампы, благодаря которым, получается, я должен где-то здесь вот такой вот системой организовывать превращение кинетических механизмов в механизмы прочность из второй главы. Ммм, я не ожидал такого. Честно, надо было об этом подумать заранее. То есть, я отсюда кинетические механизмы должен брать и помещать их вон на ту часть базы, в совершенно противоположную. Или же наоборот, я должен просто взять оттуда, подвести всю эту систему вот сюда вот. Я думаю, так даже будет немножечко легче. Да, давайте так и поступим, пожалуй. Я думаю, так будет легче. Я надеюсь, вот эта вот конвейерная линия никому нигде не помешает никак. И пусть она здесь будет размещена. Теперь мне, получается, останется лишь спустить это все безобразие вот сюда вот куда-нибудь, просто спустить конвейер. И сделать так, чтобы это все хранилось у нас в драйвере. Для того, чтобы и с драйвером, как по вот этой вот схеме, которая у нас вот здесь вот есть, распределять это все безобразие на две совершенно независимых линии. Но прежде чем это все опускать, я хотел бы здесь попробовать это все организовать. То есть, сделать три автономных активатора, которые уже бы начинали мало-помалу это все безобразие организовывать. Если заботиться о красоте и, в принципе, о всем вот этом безобразии, вот этот весь конвейер можно было бы пустить под базой. И не сильно париться по этому поводу. Так что, если вдруг это сильно мне приспичит, я опущу это все безобразие под землю и не буду сильно по этому поводу страдать. По идее, у нас все это сюда приходит и все это должно храниться в драйвере. Электронные лампы пошли. Хорошо, что все это запиталось у нас. Но плохо то, что не так, как мне нужно запиталось. Видимо, действительно легче всего будет передавать крутящийся момент на следующую ленту благодаря двух других лент. Пусть это немножко некрасиво, зато практично. И тем более, если я между селем планирую это все запихать под землю, то ничего страшного из этого не выйдет. Так, лампы сюда уже пришли и начинают у нас замечательно храниться в драйвере. Теперь же следующий нюанс. Мне нужно сделать здесь такую же систему, как две воронки, из которых будет в равной степени попадать все это в автономные активаторы. Так, здесь все готово. Получается, уже на этих блоках у нас стоят активаторы, в которые по фильтрам должны попадать только вот эти вот трубы. И все получается, да, готово. Как только вот эти вот линии будут запитаны, автономные активаторы начнут свою работу. Также не стоит забывать о том, что нам сейчас понадобится здесь воронка и систему, по которой я буду запихивать в третий автономный активатор отверточки. Теперь мы здесь вот должны разместить, получается, конвейер, по которому все то, что выйдет отсюда, должно попадать в обычный такой драйвер с помощью той же самой антезитовой воронки. Вот эта вот система готова, получается, без особых проблем. Осталась лишь маленькая часть вот оттуда привести все сюда. Все, я подвел. И осталась лишь маленькая деталь запитать все эти конвейеры. Для этого, я думаю, придется мне здесь ставить себе еще одну ветряную станцию. Брать генетический момент откуда-то из другого места я очень сильно не хочу. Просто сейчас поставлю еще одну ветряную станцию, которую будет хватать очень надолго и максимально постараюсь сделать ее большой. Надеюсь, это все безобразие запустится. Тут более чем два стака вот этих самых парусов. Все это работает. Причем, кстати, дали даже очи вкусильный ветер. Теперь же я хочу отсюда, получается, вывести крутящийся момент. Думаю, такой мне скорости даже без ускорения и без замедления хватит на то, чтобы запитать все эти конвейеры. Все подключено, все подведено. Здесь у нас есть крутящийся момент. Осталось его сделать лишь здесь. И желательно это сделать, конечно же, побыстрее. Пока у нас не зашли вон те наши маленькие штукенцы. Здесь успешно есть подведен момент. Родстоун лампы у нас сюда идут, это хорошо. И знаете, что я тут подумал? Мне кажется, вот такая вот система идеально просто подойдет вон там, вон на кристаллах истинного кварца, где нужно делить ровно пополам. Эта же система делит, ну, плюс-минус пополам. И там, значит, это будет работать более чем нам нужно. А значит, мы сможем успешно отделять половину на повторную переработку, а половину делать вот эту нашу систему. Возможно, я потом подумаю, спроектирую, как это есть в моей голове и сделаю это, реализую. Ну, попробую, по крайней мере. Так, и на наши активаторы я тоже, получается, вывел всю энергию. Только почему-то этот один работает, а остальные не работают. Странная эта тема. Главное, что это все крутит. Теперь же нужно дождаться, когда вот эти кинетические механизмы дойдут до нашей вот этой самой штуковинцы. Так, я сюда кидаю один, чтобы проверить, будет ли это все работать. Так, раз, два. И прошел мимо, вообще мой красавчик просто. Почему-то он не создает по непонятной причине то, что нужно. То есть он не работает как часть крафта. Хотя тут явно написано то, что он здесь как бы нужен на третьем шаге. Вот у нас есть третий шаг. И почему ты не работаешь? О, заработало. А что я сделал для того, чтобы это все заработало, я не понял. Так, незаконченные части нужно сейчас придется мне вручную немножечко доработать. И все получается готово. Пока я ту систему, конечно же, запускать не буду. Пока вот здесь вот нам не хватает достаточного количества вот этих самых ламп. Но лампы сейчас будет не проблема нам накрафтить. С помощью вот этого самого зарядника немножечко сейчас придется это сделать вручную. Для того, чтобы накопить хотя бы 8 штучек кинетических вот этих вот механизмов высокой супер-пупер-прочности. Сейчас будем этим заниматься. Для того, чтобы попробовать уже до конца добить вторую эру. И сделать латунную машину. И не приходилось бы это все делать нам вручную. Я пока не буду завершать вот это вот. Продолжайте развертывание. Хотя я могу его завершить по факту, потому что я скрафтил уже эту вещь. Без вот этой вот автоматизации. Автоматизирую и тогда уже будем думать. Я просто придумал здесь полуавтоматическую систему, которая как ни странно работает. Я просто здесь делаю воронку с кристаллами. Кристаллы здесь заряжаются и излишки будут храниться в этой воронке. Полуавтоматическая система работает-работает. Ну и ладно, с этим. Сейчас нужно дождаться вот здесь вот кристальчиков нам необходимого масштаба. Получается вот этот квест я могу с тем же успехом завершать. И нужно сделать нам завершение второй главы, то есть латунную машину. Латунная машина крафтится, как ни странно, из латунных листов, которые у нас здесь, по-моему, очень даже есть успешно. Благодаря тому, что я их успешно где-то вот здесь вот крафчу. Только у нас здесь слитки, а мне нужны здесь именно что листы. У нас здесь есть железо, хорошо, но я бы выплавил хотя бы половину от латуни, которая у нас здесь имеется. И как раз это у нас будущие латунные механизмы. Я уже начинаю здесь беспокоиться со скоростью всей этой работы. Не будет ли у нас проблем с железом, если вот такая вот большая скорость. Надеюсь, что не будет все-таки и скорости по железу будет здесь хватать. Хотя тут уже 20 атаков, хотя было больше, чем 32. И возможно нужно будет как-то переделывать или увеличивать систему по промывке. Но я думаю, тут единственное, что стоит увеличивать, это просто система по добыче. Поскольку промывается весь гравий, который сюда попадает. И как итог, нам просто здесь не хватает именно что булыжника. То есть здесь нужно сделать какую-то другую систему, которая способна была бы добывать большее количество булыжников в единицу времени. Так, латунных ламп, я думаю, пока что хватит нам. И сейчас смотрим. Теперь нам нужно сюда, получается, выкинуть 4 штучки этих самых генетических механизмов. У нас механизм дальше просто не пойдет без одного из участников крафта. Но есть тут, кстати, одна проблема, которую я только сейчас заметил. По какой-то причине, сначала в приоритете выходят у нас предметы вот из этого отверстия, а вот из этого они выходить не хотят. Я не знаю, почему это так происходит, но в итоге у нас забивается сначала вот этот автономный активатор, а потом вот этот. Как итог, вот эту вот схему с разделением на половину лута он приоритет не получится нам. Ничего страшного. Главное, что у нас есть механизмы точности. Количество 8 штучек. Латунные листочки я тоже у нас здесь беру и успешно крафчу латунную машину. Тем самым я ознаменую завершение второй главы. Первую латунную машину, которую я здесь крафчу, я хочу сделать на механическую воронку, которая крафтит у нас как раз из латуни. Это более лучшая версия вот этих вот обычных андезитовых воронок, которые мы крафтили до этого. Я крафчу ее сюда и в фильтр я должен сюда запихнуть обычный кварц. Готово. Теперь осталось лишь сюда подать каким-то образом энергию вращения. Так, теперь все готово. И получается эта система у нас тоже автоматизирована. Только есть один нюанс, почему-то отсюда блоки вылетают, мне этого не хотелось бы, поэтому просто здесь делаю булыжник. И они вылетать у нас не будут и должны храниться до какого-то момента. Они все равно такие негодяи вылетают. Ну ладно, ничего страшного, если это будет меня не устраивать, то потом у меня есть парочка вариантов, как это можно все безобразие исправить. Если вдруг так случится, что это будет работать не так, как меня нужно. И я погляжу то, что мы столкнулись здесь сейчас с проблемой, то что у нас не хватает кристаллов, то есть именно выросших кристаллов. А тут проблема встает как раз в сортировке, именно с пылью истинного кварца, именно с песком. То есть нам нужно как-то половину брать, отсеивать. А как это сделать, я пока что ума себе не приложу. Пусть это все здесь копится, пусть это все здесь растет. Нам нужно по-любому кристаллов гораздо больше. И скорее всего за кадром я поищу себе возможность, как может быть, рандомайзером каким-нибудь или каким-нибудь еще способом отсортировать именно ровно половину от всего здесь исходящего. Таким образом, что половина этих истинных кристаллов будет уходить у нас на постобработку. Я надеюсь, что таким образом у нас получится здесь выстроить идеальную систему. Так, завершили мы, конечно, главу 2. Тем самым здесь, получается, начинаем мы с вами главу 3. Присчитаем мы это в следующей серии уже. Следующий этап развития, это, получается, у нас уже цинковые машины, к которым мы уже придем не раньше, чем в следующей серии. Ну а пока, наверное, на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона была, как всегда, ваша поклонная слуга Мамору. Еще услышимся. Субтитры подогнал «Симон»!